И ты только попробуй записать на потоке там у меня сейчас то что я сказал и на своём то говно канале опубликовать. Я его забаню скоро. Трич, сдавайся. Я скоро доберусь до тебя за твои ролики. Да. Зайка с зайцем. Я вообще не знаю что такое чувака. Вот это Рейдинг. Я вообще об этой даже не слышал и слышать не хочу. Я не знаю кто такие. Я не знаю кто такие. Мне вообще неинтересно честно. Дед, давай я за сигаретами схожу сейчас в магазин и ты запустить КТА 5РП пока все паццы не спят. Постой у Падика грустный покурю и потом ты запустишь как в чате я пишусь. Все понял? Засекай 25 минут. Принял. Все. Я тогда не буду проходить на том же месте. Подожду тебя. Ну сейчас попрет. С assemblingми еще один. может лучше подождать когда у тебя ребенок вырастет и сам рыцари пройдет так быстрее будет да 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 поэтому нас просто внушили нам то что мол высшее образование это классно на самом деле это не классно почему потому что если тебя будет высшее образование или какое-то образование у тебя будет профессия соответственно и ты пойдешь работать на дядю им конечно это выгодно им это нужно чтобы ты был рабом а те люди которые саморазвиваются они всегда умнее чем те у кого высшее образование потому что у них иной склад ума я думаю это как бы так всем известны все это прекрасно видят те люди у которых за плечами нет высшего образования они как правило у них все есть а те у кого там два высших они работают на дядю получают копейки ну кто-то на дядю а кто-то на ролинку с рокером просто я не вижу одного такого основного прикола жизни многих людей многие учатся в учебном заведении тратя на это много лет своей личной жизни для чего у вас жизнь одна вы просто учитесь 10 лет в универе своем получая два высших образования в итоге вы получаете тот уровень знаний которые хотят чтобы вы получили в этом учебном заведении чтобы вы делали то что им скажем выгодно ну а вам-то от этого какой плюс то что вы жизнь свою прожили 10 лет выкнули из жизни скажем так я считаю что мудрый человек он будет получать те знания которые он хочет получить именно будет учить то которое ну уровень заня которую хочет получить ты говоришь что каждое поколение тупее предыдущего но если посмотреть на тебя это даже десятилетний будет умнее тебя как ты это прокомментируешь может на тебя так негативно влияет село а доктором как стать без вышки доктором и становится доктором нужно родиться быть доктором это призвание души сердце те кто те люди которые хотят быть доктором они идут по зову души хотя не сами этого не осознаю потому что изначально человек который хочет быть доктором он прекрасно знает что он миллионером вряд ли станет его сердце подсказывает ему что нужно делать людям добро нужно лечить людей это призвание человек который идет лечить людей доктором быть ему же нравится это правильно а потом плачет что у него маленькая зарплата так ты же сам пошел туда кто тебе виноват ты же сам значит хотел быть доктором значит ты туда шел для чего значит ты шел туда чтобы делать добро а зачем идти куда-то работать и при этом жаловаться что-то тебе не хватает денег ну как бы нужно понимать основное правило для себя как для человека никто не виноват в том что у тебя что-то не так как ты хочешь виноват только лишь ты другие люди здесь не причем никто есть только ты и все не нужно обвинять кого-то там да там государство там еще кто-то что не там мало тебе платят так это сам выбрал ту профессию где мало платят никто в этом не виноват это только твой выбор люди которые хотят заработать они зарабатывают в любой стране в любом поселке в любом месте будет сидеть ебаный селяк 33 летний и на серьезном ебали рассказывает как жить заберите у него стримы кем он будет сам пойдет на дядю работать или бутылки собирать тем я буду и тем я есть я знаю а кем ты будешь все захочу кем-то быть в этой жизни я буду идти до последнего пока не стану тем кем я есть а если не стану никем то я лучше помру чем быть таким какими не хочу быть смысл мне жить из я в жизни не тот кем я хочу быть я должен стремиться к своей цели идти до последнего все для меня никто в этом не должен мешать ваш никто и винить в этом и никого я не стану потому что в списке меня что-то не получается в чем-то то виноват только лишь я а не кто-то я вернулся можешь запускать кто или животу еще в апекс можем пойти пойти я кстати вчера был секретных туннеля про которые ты говорил в мск проход по карте тройка 50 уже стоит прикинь марина привет говорит красиво но по факту кем ты будешь без стримов ты ничего делать не умеешь ты свою сварку увидел пойдешь заново получать никому не нужны корочки братишка я буду сидать девчим я за все правильно говоришь вот захотел быть кукол дом и стал им молодец так держать твое дело это бы петрушка и развлекать людей на стриме спинать ведро и пиздить воображаемого пену да он самарский да поэтому я без тебя так же да вот допустим есть такие люди которые считают что стримы это так просто там до сел сидишь там разговариваешь получаешь донаты там от людей да вот и все эти люди которые так думают они нищие то есть они не понимают что это такое ну расскажи как тебе тяжело сидеть и 10 часов нести бред тем же пожарником что работают в минус 30 или заводчаном что по 12 часов на ногах зачем мне что-то рассказывать пожарнику допустим или еще кому-то человек пошел работать пожарником потому что он хотел этого он работает ему нравится а если он пошел работать по другой причине то это нездоровый человек явно беда с башкой если он работает там где ему не нравится вот человек да допустим говорит я хочу зарабатывать много денег так возьми заработай в чем проблема он начинает искать оправдание мол там страна не того блять время не то это все оправдание основная проблема твоя это у тебя в голове ты тупой и все никто в этом не виноват что ты не получается не надо винить вообще в этом никого расскажи еще пожалуйста про туннели я сейчас как раз в туннеле сижу и управляю мира расскажи что ты думаешь цук-цук-цук смейтесь вот пустозвоны смейтесь с туннелей дебилы так и стал что вам ничего серьезного рассказывать нельзя потому что вы все дурачки своем интернете перемалывайте и все это делаете таким образом что смеяться в туннеле если ты не знаешь что такое туннель и тебе когда нибудь кто-нибудь расскажет если найдется умный человек на твоем пути в жизни значит я тебе расскажу да пока я здесь вот слушай внимательно еще раз для всех старый я тебя считаю самым лучшим и самым талантливым стримерами на просторах ютаба то как ты управляешься с музыкальной техникой и исполняешь такого никто не делает . обнял подбросил спасибо братишка спасибо и бог тебе здоровичка это по факту ты сейчас сказал кстати тут и не поспоришь значит во первых да во вторых значит касательно туннелях туннелей мы все и тоже я также как и вы да мы все находимся сейчас где на земле на планете земля под нами находятся все туннели под всеми нами даже вот под тобой вот вот под тобой даже конвульсивы под всеми внизу есть туннели большие туннели которые соединяют весь мир воедино они идут по всему миру продаешь нажитое имущество переезжаешь в ближайший город стока плюс населения снимаешь квартиру устраиваешься на любую работу зарабатываешь деньгу покупаешь квартиру ищешь новую работу хулинуть абсолютно точно как вариант вы просто очень вы этого не понимаете не осознаете вот каждый из вас я в этом просто уверен да что вы не понимаете вообще даже десяти процентов того что вокруг вас происходит вы видите только вот то что вы видите глазами сейчас виды вещи которые скрыты от ваших вас вам непонятно потому что вы их не видели так ну это правильно так она есть так как бы но со временем вы начнете понимать больше также про туннели еще немного скажу я была больше вещей рассказал бы о которых я знаю доме нельзя рассказывать у меня есть условиях которые я не могу озвучивать с определенной вещи сказать я вам не не мало я работал бы там где мне не нравится никогда ничего не понимаешь что я тебе часто рассказываю про те вещи которые у меня сюда интернета были а я г я я низкая я 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 поле которые Истинный крол. В туннеле попадают через кроличьи норки, я думаю поэтому он не может сказать больше, не хочет сдавать своих сородичей. Я тебе сейчас глобальные вещи рассказываю, бля, дурачок. Дебилый, бля. Деду, зачем ты этим школьникам про туннели рассказываешь? Они все равно этого не поймут. Кролера, я вчера вышел в Самару по туннелям и на полпути сел и покакал, чтобы не заблудиться. Чем ближе к Самаре, тем больше я стал обнаруживать чужих куч. Это твои или как? Эти туннели соединяют весь мир. Под землей. Весь мир. Понимаешь? Потому что вы видите только то, что сверху находится, а то, что ниже, то, что там, вы никогда не увидите. Вам этого не дадут увидеть. Вы видите только поверхность Альбера. Запомни. Сиди и жди от своего хозяина рамочки донатики, тогда и тоннель свой откроешь перед ним. тонель 0,тонель.... бл yapt ail,ursay goodness да, я колхозник и че? я колхоз добаем я с Pgt я колхозник и я горжусь этим,к BUAY ЧЕ? на на тебе сука я вам объясняю что туннели они есть они есть и люди ими пользуются какие люди вы не знаете какие люди но они есть это туда эти туннели находятся внизу под нами они соединяют весь мир понимаешь весь мир абсолютно старино я до настоящее туннели соединяют весь мир абсолютно вот эти туннели да короче ладно расскажу потом потом расскажу про личной встречи туннели которые снизу туннели под на это не московская метро ли какую-то метро это гораздо ниже чем любое метро в мире вы чё не понимаете что ли это ниже чем любая шахта практически ниже бывало моментами что туда попадали некоторых шахтеров но это очень низко туда туннели эти находятся понимаете как перемещаются по туннелям как перемещаются по разному перемещается по этим туннелям но эти туннели соединяет весь мир ваша весь мир вот из планета наша да ну скажем земля которую вы знаете где мы сейчас находимся дедушка рад что ты альтернативной историей интересуешься и спасибо что просвещаешь зеблов надеюсь до кого-то дойдет что вся история это фэк люблю тебя абсолютно точно братанчик абсолютно точно история та которая есть сейчас который вам дают знать учебных заведениях это та история которую им выгодно вам дать понимаете вы должны ее именно здравствуйте и вы недавно были на приеме у прок толка 54 и краткая самарская больная 1 сашенька тихо бог сейчас у вас одна точка мышления должна быть у всех если каждый из вас будет пытаться понять истину то вы будете невыгодны понимаете для тех людей поэтому отдают одно образование всем каждое высшее образование оно построено одинаково вот это тот уровень знаний которые вам должны дать и все понимаете и вам еще больше расскажу но потом как-нибудь при встрече вам расскажу это во первых во вторых теория дарвина это та теория который не существует это лишь иллюзия теория дарвина нам говорит о том чтобы появились от обезьяны но наоборот все нас пытаются сделать обезьянами вы чуть не догоняйте что ли нас пытаются сделать обезьянами наоборот все подумайте вас пытается сделать чтобы мы все мысли про примитивно как обезьяны то есть да тебе еще раз сказал поэтому теория дарвина это никак иначе как вымысел тех людей которым выгода вам все доказывать то что это так потому что бы больше вам знать не положено когда вами нельзя будет управлять так как вами управляют потому что баранам проще управлять стаду нужно указать дорогу это во первых да поэтому теория дарвина работает ровно наоборот мы не появились от обезьяны это нас пытается сделать обезьянами насчет туннелей подумайте я тебе еще раз повторяю все эти люди которые знают истину вы одних не знаете вообще я вернусь я вернусь я вернусь еще не однократно в этой жизни и в другой жизни тоже не переживайте да я в следующей вашей жизни к вам приду и по заследующей я до этого к вам приходил мы здесь с вами сидим неспроста все вместе понимаете мы с вами здесь вместе сидим неспроста не потому что я там какой-то известный стример да это не потому я известный для вас ментально потому что мы до этой жизни с вами уже встречались и поэтому мы сейчас вместе снова понимаете вот подумать задумайтесь нужно вам мыслить чуть-чуть иначе иначе жизнь пройдет и вы просто даже не узнаете истины нужно мыслить глобально думаете вот и думаете пожалуйста да я сказал и ты только попробовать этот записать на потоке там у меня сейчас то что я сказал и до своего то говно канале опубликовать ну что типа я не умею здесь про туннель я тебя устрою тогда вот пожалуйста ответ на то что я сказал все вы думали иначе они мы все тебе верим конечно туннели есть они весь мир соединяют пи таблетки дед 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 таблетки сейчас пьет другой дед дед эти туннели это канализация знаю такая концепция тебе не знакома ведь ты срешь только в ведро ственный раз когда я с тобой сагался одним своим существованием ты опровергаешь теории дарвина по его настоящими обезьяна произошла очеловка обезьяна произошла так же как произошел котик собачка люди никакого отношения к обезьянам не имеют это не больно сошел с ума полностью вызывайте психушку на персиковые срочно дед мы все знаем про тоннели которые проделал рокер в твоей анальной шахте привет валер не слушай хейтеров я без прикола нашел инфы про тоннели под землей правда там отрывок из разговора с психически больным да пошли камер одной психушки . там он еще отрицает теорию эволюции и валюса там у тебя в самаре есть учреждение там пара что такое самарская областная клиническая психиатрическая больница д самара и мало закрыл у юра значит что такое эволюция эволюции я это когда человек сам осознанно пытаются сделать себя умнее получает определенную багаж знаний это и есть эволюция каждого из нас но когда какой-то там человек говорит что вы пошли от обезьяны это наглая ложь для того чтобы вас сделать наоборот обезьяны вы чего не понимаете этого еще раз повторяю эволюция это то что идет из поколения в поколение то есть это тот багаж знаний который нам передается от наших предков это и есть эволюция это никак не тусится к теории которую тебе в душили с детства дарвина дарвин этот человек который был попросили это вам сказать чтобы вами было проще на дальнейшем управлять не шарить еще это чем я думаю это даже школьник должен прекрасно понимать хватит вам он про тоннели в ушах которые в двух тысячах семи сделали они до сих пор существуют привет я так и не понял танки буду ребята с украины интересуются слышал про гей туннель у тебя миш ног такой вместо бура все по заветам ницше база базовая деда хватит употреблять тяжелые наркотики и курить всякую хуйню начни здорово жизни мысли о всяких туннелях пропадут из твоей тупо высой головы деда под землей физически не могут располагаться туннели ведь там уже располагается твоя огромная мамаша дед ты инфу про туннели узнал с того же youtube канала который показывал на вк плау что людей заселили в квартиры чтобы за ними было легче следить через ноутбуки хулет по карт а ха 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 деда с днем рождения ты совсем допился пожилая кука джамба что уже на стриме белочку ловишь ты все ушел в группу криптилоидом ты собака я собака ты собака я собак дедушка а тебе пена после стрима расшатывает твой тоннель своей штангой м м м м м м мне кажется что да дедушка ты сейчас стремишь из тоннеля а еще в казахстан ты тоже свалил через такой тоннель вступайте в нашу секту волоса у нас свои истории ты же чем в библии во как наш проповедник гора варит уважаемых аминь бро слава россии скажи честно ралли тебя отселила в гараж потому что не может слушать тот бред который ты несешь про эволюцию тунель мотоблоки . ты же поехал тебе нужно под препараты не держать 24 7 свят я вот смотрю ты как был на твиче ты не эволюционирую потому что люди которые встреча они вряд ли эволюционируют потому что там тупости нет предела на твиче у твиче зрителей всегда восхищался тому как ты можешь с серьезным ебалом нести хуйню я поверю в это в случае если ты в рубишь вебку и продолжешь говорить я тебя не обсмеиваю а показываю факт видео меньше минуты посмотри без приколов вы можете разговаривать поговорить с нами где опять обижаю просто они не признают пожилой модера то что вы затронули эту тему кто-то с вами сегодня это гиппетерианская цивилизация и сантак так это иринины и кураторы тоже здесь я не только то это цивилизация орион здесь я не так это осириус это андромеда ну это чушь какая-то не знаю насчет инопланетян это я вообще не говорил ничего про инопланетян здесь речь вообще не об этом я вам говорю про дикту на планете наша находится и здесь непосредственно анекдот 1859 год дарвин заканчивает работу о происхождении видов он решил проверить слухи о неизведанном виде кроликов гладиуса линиус и полез под землю копать туннели ахахахахахахахахахахаха смейся смейся когда-нибудь до тебе дойдет что весь мир наш мир связан туннелями и для того чтобы попасть другую часть мира не нужно не нужен за гран-паспорт это для вас за гран-паспорт чтобы было бы проще управлять всеми вами люди вообще изначально знаете какие были великаны люди были великанами то есть дед не ври нет никаких туннелей земля же плоская у меня сосед когда колодец рыл лишнего копнул и провалился в открытый космос до боев а какая земля по твоему круглая что ли земля не круглая как тебе рассказывать она шарообразная она вообще далеко не круглая она кажется круглая может быть но она не круглая земля она шарообразно дед я нашел неопровержимые факты существования туннелей и полностью в тебя уверовал скажи пожалуйста это она я пачки пишу щас из туннеля тут скоростные электрички гоняют ладно мне одна остановка через сид не люблю целую за дедом уже прокурор едет за раскрытием секретов вот видите это вот пожалуйста их уровень заняты вот вот так они только моды нет вот тебе пожалуйста сейчас это чучело еще схватит эту хуйню узал типа для него будет еще я отдельную дорезку сделать эти дебилы там комментариях еще пострадут за меня я знаю точно уверен в одном я бы в туннеле ловочки побывал не хочу я в это игра не буду все я не хочу играть в это так вот для четырех его ты мотоблоки собираешь четыре табы по туннелям ездить а не пешком ходить мэрси благодарю тебе спасибо что ты